А почему мы вообще сюда пришли? Да потому что поступила мысль, что одного из нас выдвинуть кандидаты на пост главы города Сургут. Дума не хочет нас там видеть вообще никак. То есть Дума пошла против воли народа. Что там по слухам? Много кандидатов. Какие документы нужны, чтобы подать на пост главы? Так я хочу заранее ознакомиться. Это секретная информация или что? Мы хотим ознакомиться с полным пакетом документов, которые необходимы для подачи документов. Что, вы тоже требуете маску одевать? У нас карантин, ребята, поэтому... Болеете? Болеете? Уже переболели. За вас беспокоимся. Так карантин должны снять, если переболели. Рассмешили. Это не является средством индивидуальной защиты. Читайте ГОСТ. Мы не отказываемся от средств индивидуальной защиты. А это не является средством индивидуальной защиты. Так если не подписано, вступила она в силу или нет? Вот такие маски выдают на одном из предприятий города Сургут. Заставляют носить. Пропитана диоксидом титана. Диоксид титана вызывает рак и разрушает кости. А это? А это неизвестно. Вы спрашивали сертификат соответствия? Вы уверены, что она не пропитана чем-то? Почему она пропитана? А потом удивляетесь, почему люди на работе сгорают за два дня. Нет диоксида титана, от маски сгорел, да? Много машин, все хоронили, хоронили. Непонятные трупы идут. Почему вот определенную категорию населения затронуло вот эти смерти? Это средства индивидуальной защиты? Да, это наши маски. Ваши, вы их сами произвели. Противогаз, респиратор и вакуумная маска. У нас все в порядке со здоровьем. И вы ее надеваете? Ну конечно, ну конечно. И все время в ней ходите? Да, да. А вы не лукавите? Нет, нет. Только когда посторонние заходят? Конечно, конечно. То есть вам можно, нам нельзя. А как вас пропустили на вахте без маски? Можете себе позволить. Вот и мы себе позволяем. А еще мы вот в таких вот антисептиках, вон стоит, именно он вызывает отек легких. То есть люди мажут руки, обрабатывают поверхности. В детсадах, на улице, вот эти вот в скафандрах белых ходят, обрызгивают. Там везде есть этот ПГМГ. То именно этот ПГМГ и пускает водопровод. А он при испарении вызывает отек легких. А потом все удивляются, откуда столько коронавирусных? Вроде все в масках, уже год ходим. Вот в магазин заходишь, дышать невозможно. Воняет вот этим средством. Ну давайте мы пройдем. И так везде. У нас каждый сам по себе, но все вместе. Не должностное? Так вы же только что секретарем представились. Давайте по делу. Спокойно, не должностное. Вы же секретарем представились. Это не должностное лицо. Вы не должностное лицо? Я не должностное лицо. Я секретарь. Вы поедете с телефона, чтобы я ничего не помню? Все документы вам предоставлю. Предоставьте форму, образец. Я хочу ознакомиться заранее. Я, я, вы, короче, это препятствуете, я так это растянюю. Благодарствую. Всего хорошего. До свидания. Вот так у нас работает конкурсная комиссия. Берите камеру. Но я не должностное лицо. Нет. Изрывать лицо я не получаю. Я ничего не должна. Я боялся лишнее слово ей сказать, чтобы она не расплакалась. Тем более женщина сидит. Зачем издеваться? Знаешь, что они больше всего кого боятся? Журналистов. У нее вид такой был. Пришли четыре мужика. Нихрена все бородатые почти. А ты жена лысый. Понял? Видать, какая-то там секретная информация находится. Раз они ее не предоставляют. Вот только ради этого стоило сходить. Ради вот этого слова спасибо. Как вы терпите? Дай Бог вам терпения. Как вы терпите? Вам нужно памятник ставить прямо перед старой администрацией, где энергетик. Полный рост. Мы же для вас же стараемся. Чтобы все были здоровы и не живы. Благодарствую. Поехали. Здравствуйте. 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 У нас находится конкурсная комиссия. 201-й кабинет, 203-й. Вот. Туда хотим пройти. Ну, тогда давайте. Паспорта. Паспорта нет? А как вы тут заплатите? Записать. Вот такие, какие бланки. Ну, а как вы заявляетесь? Я не собираюсь заявляться. Я хочу поговорить. Ага. Ты понятный вопрос. Ну, на основании документа мы вас можем запустить. По-другому никак. Удостерение общественного инспектора по борьбе с коррупцией. Удостерение журналиста. Не, не надо мне. Дайте вот. Если запишу, вас и... Павел, вы по поводу конкурса, да? Надо позвонить нам. Павел. Зачем звонить? Благодарствую. На температуру благодеть. Так, раздеваться обязательно? Люди общаются с людьми, я думаю, да? Правильно же? Выходи. Люди общаются. Но они же тоже одеты. Да нет. Ну, верхнюю одежду надо снять. Думаете. Да. Масочку одеть. Сейчас еще администратор позвонит. А что, вы тоже требуете маску одевать? Конечно. А согласно 417-му постановлению... Нет, но вы мне об этом не говорите по постановлению. Ну, как не говорите? Есть общий закон. Как бы ни было, у нас карантин. У нас карантин, ребята, поэтому... Болеете? А? Болеете? Уже переболели. Уже переболели? За вас беспокоиться. Так карантин должны снять, если переболели. Давай. Ну, давайте уничать не будем. Дело в том, что у нас... У нас порядок. А если есть ум, как, куда... В Атаке, вход только в маски, при наличии пропуска. Ну, вот и все. Нет, это еще закон, согласитесь. Порядок порядка, но есть еще закон. Я подчиняюсь, как бы, своему порядку. Я работаю. Вы там работаете, это ваше порядок. Сейчас, пожалуйста, масочку. Постраняется? А зачем мне масочку? Я могу подчинять... Согласно 417-м постановлению, будьте добры, предоставьте средства индивидуальной защиты. Ну, вот вам предоставили. А маски не являются средства индивидуальной защиты. Ну, не знаю. А мы знаем. Ну, хорошо. Это здорово. Ну, вот, допустим, у меня в таких бумагах никто не просто с меня требует, чтобы люди ходили в масках. Вы помните, что это требование? Я не говорю, что вы здесь самоопасно занимаетесь. Мне вот это, знаете, оспаривать где-то. Я боец и всего лишь. Мне сказали, я делаю. Что? Стретят? Да мы можем сами дойти. Думать – это хорошо. Плохо, когда не думаешь, что-то делаешь. Да я как-то спокойнее, когда сильно много не думаешь. Ну, как это спокойнее? Вот вам дышать удобно вообще? Нет, конечно. Ну, такая... А если подумать, то можно и дышать свободно. Ну, не будем. Добрая женщина. Ну, раньше было двое из ларца, а вы, аж четверо. Нет, ну, мы не одновременно, мы близнецы. Нет, я понимаю. Я понимаю, что мы разумеем. Нет, нет, вот вас. Рассмешили. Нет, я вас не записывал. Так, серьезно. Сейчас подойдите, ребята. Придут за вами. Да, за вами зайдут. Что там, по слухам? Много кандидатов? Ну, вчера двое было. Да, ОСУРГУТ, кстати, зарегистрировался. Кто? Руководитель проекта ОСУРГУТ. А у нас сейчас четверо зарегистрировалось. И здорово. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотим пройти, пообщаться по поводу, какие документы нужны, чтобы подать на пост главы. А, вы хотите что-то узнать? А у нас на сайте все размышлено. А, я не нашел. Давайте вам покажу. А, я читал постановление. Там написано, что вы предоставляете образец согласия на обработку персональных данных. А, ну давайте сейчас скажу, что узнают, что я с вами что-то предоставлю. Предоставьте, пожалуйста, весь список и образец вот этого заявления на обработку персональных данных. Какие документы необходимы? Ты не взял с собой документы? По приставам. Взял? О боги, о горе мне. А папку я зачем ношу? Так, чтобы для вида? Ну, мало ли, может ты как жмурка. Может у тебя там бронежилет. Титановая пластина. Весь компромат здесь. Сейчас ему скажешь, что надо. Да. Они не герметичные, сертификации в соответствии нет. Я вот такую штуку отказываюсь надевать. Принципиально. Дело в том, что я вам должна предложить. Вы предлагаете, это не является средством индивидуальной защиты. Читайте ГОСТ. Это в администрации. Вы отказываетесь? Мы не отказываемся, подождите, мы не отказываемся от средств индивидуальной защиты. А это не является средством индивидуальной защиты. Хорошо, мы делаем предложение ваше дело. Благодарствую. Согласно 417 постановлению правительства, вы обязаны предоставить средства индивидуальной защиты. Согласно 417 постановления Комаровой не подписаны. Именно по ковиду. Ни разу с подписи не видел. Насколько я учреждений посещал, все говорят, оденьте маску. Я говорю, на каком основании? Мне достают якобы восстановление губернатора. Стоит печать непонятная, написано губернатор. Ксерохожая печать. А подписей нет. А последний пункт написан, вступает в силу с момента подписания. Так если не подписано, вступила она в силу или нет? Все было бы смешно. Вот сидел паренек у нас, такой красавец, подрался. За 15 дней сварился от этого корона. Как это было? Смешно, нет? И после этого ты подумаешь, надо маску или не надо маску? И какую маску? И к тому, вот эти все наши... А я вам сейчас покажу, какую маску. Вот, посмотрите. Хорошо. Вот такие маски выдают на одном из предприятий города Сургут. Заставляют носить. А не реклама ли это? Нет, это не реклама. Вот вы сейчас отказываете, чтобы я отказался от этого, пошел покупать. Не-не-не, наоборот, наоборот. Дослушайте, пожалуйста. Не перебивайте, пожалуйста. Смотрите, пропитано диоксидом титана. Диоксид титана вызывает рак и разрушает кости. Заставляли носить такие маски. Так вот я вам говорю, вот когда мне выносят пакетик неизвестный, с неизвестными масками, я вот сразу вспоминаю вот эту масочку. Люди, вот ко мне обратились люди, говорят... А почему вы не купите, не носите такую маску? Так я же поясняю, она вредит здоровью. Диоксид титана. А это? А это неизвестно. Вы спрашивали сертификат соответствия? Вы уверены, что она не пропитана чем-то? А потом удивляетесь, почему люди на работе сгорают за два дня. Сгорел-то от короны, а не от маски. Ну, естественно. Нет диоксида титана, а от маски сгорел, да? От короны. А если наоборот? А если наоборот? А еще мы вот в таких вот антисептиках, вон стоит, обнаружили такой препарат, который называется ПГМГ. Там очень длинное название. Полимер, что-то там, гидрохлорид, что-то ПГМГ называется сокращенно. Так вот, именно он вызывает отек легких. То есть люди мажут руки, обрабатывают поверхности. В детсадах, на улице, вот эти вот в скафандрах белых ходят, обрызгивают. Там везде есть этот ПГМГ. Этим ПГМГ уже давно горводоканал используется для чистки труб. Откуда ржавчина в это, вот последние два месяца? Я предполагаю, что именно этот ПГМГ и пускает водопровод. А он при испарении вызывает отек легких. А потом все удивляются, откуда столько коронавирусных? Вроде все в масках уже год ходим. А это всего лишь кемичистя жоприва. Вот он и взял. Без возможности восстановления легких ПГМГ. Почитайте, ПГМГ, что такое? Находится в составе большинства антисептиков. Дело в том, что он был в отпуске и пошел в магазин. Да это не важно. Вот в магазин заходишь, дышать невозможно. Воняет вот этим средством. В больнице? Забили в больнице. Люди поддевольные. Они что скажут? То есть запишут. Они сказали, запишите-ка к обиду. Они записали. На день по одной таблетке непонятных лекарств дают. К чему отчего? Тишина. Сын пишет письмо на Комарову. Утром написал, в обед забегали. Через два дня он помер. Доставил уже. И добили где? Там добили. А поймал где? Ну ладно, поймал на улице или в магазине. А добили, и вот там в больнице все. А был без маски. А был бы в маске, ну непонятно. Может прожил бы еще. Так что тут. Двоякая какая-то ситуация. Да ничего. Для меня очевидно на 100%. У вас могут возникнуть сомнения. Вот я засомневался первый раз, когда я полгода назад своего отца хоронил. Я крутился вокруг этих там моргов там. И он у меня от сердечного приступа умер. Не от ковида. Сейчас, секунду. Согласен обработку персональных данных. Вот именно этот документ я и читал. Тут написано, что будет предоставлено образец документа согласия на обработку персональных данных. Предоставьте, пожалуйста. Так, я не работаю в конкурсной комиссии. Понимаете? Тогда давайте... Вам что нужно? Согласие на обработку данных? Читаем. Вот, пункт 4. Пункт 2. Под пункт номер 4. Заявление о согласии на обработку персональных данных по форме, выданное секретарем конкурсной комиссии. Вы секретарь конкурсной комиссии? Нет, я не секретарь. Будьте добры, пригласите секретаря. А вы если... Я так думаю, что когда вы подаете документы, у вас все заполняется. Так я хочу заранее ознакомиться. Это секретная информация или что? Нет, я не знаю. Я говорю, что я не работаю в конкурсной комиссии. Узнайте, пожалуйста, или дайте нам пройти в 201 кабинет. Потому что здесь вот сказано, что именно в 201 кабинете все вопросы решают. Мы хотим ознакомиться с полным пакетом документов, которые необходимы для подачи документов. Почему нельзя пройти? Я не понимаю. Ну давайте мы пройдем. Сейчас я вас снимаю. И так везде. Так вот, про отца рассказываю. Когда я его хоронил, я не мог понять, почему. Там вот полный ажиотаж был. Там человек 200 было. Много машин, все хоронили, хоронили. Непонятные трупы идут. Откуда? И 90% из этих людей, я по лицам смотрю, это вот люди из ближнего зарубежья. Я не мог понять, почему. А где славяне? Почему вот определенную категорию населения затронуло вот эти смерти? А сейчас я понимаю. Вот они все в магазинах сидят. На простых должностях. Охранник, супервайзер, продавец. Вообще, у них нет проблем. Ну, раз нет, пойдемте. Здравствуйте. Добрый день. А кто является секретарем приемной комиссии? Вся секунда, я приглашаю. Субтитры сделал DimaTorzok А кто является секретарем приемной комиссии? Вся секунда, я приглашаю. Подожди. Благодарство. Здравствуйте. Будьте добры, предоставьте согласно 417 постановлению средства индивидуальной защиты. Саня, можно не снимать сейчас? А что это? Маски. Это средства индивидуальной защиты? Да. Я не согласен. Ну, потому что это наши маски. Ваши? Вы их сами произвели? Нет. А где вы их закупили? Нам предоставляют. А сертификат соответствия есть, что небезопасно для здоровья? Ну, по крайней мере, Тань, на вахте пропускают люди без масок. Это нормально? Почему они в пятницу там смотрят? А нам не предоставили средства индивидуальной защиты? Средством индивидуальной защиты являются противогаз, респиратор и вакуумная маска. Я здесь просто работаю. Я такой же работник и человек, как и вы. Вот то, что мне предоставляют, я его одеваю. Девушка, мы не больные. У нас все в порядке со здоровьем. Вы знаете, я тоже не больная, но тем не менее, у меня вот предписание в здание зашло, мне сказали, мне меряют температуру. Вы смотрите, вот они все. Хорошо. Мне меряют температуру и говорят надевать маску. Это для того, чтобы обезопасить. И вы ее надеваете? Ну, конечно. Ну, конечно. Я вынуждена. И все время в ней ходите? Да. Рассмешили. А вы не лукавите? Нет. Рассмешили. Когда посторонние заходят, я обязательно надеваю. А, то есть? У нас есть вот, допустим. Только когда посторонние заходят? Конечно. Конечно. Рассмешили. Надевайте. Мы друг с другом работаем, у нас полтора метра дистанция. Поэтому снимаете? Да. В кабинете, да. То есть вам можно, нам нельзя? В смысле? У нас дистанция полтора метра есть? Между вами есть. Но я считаю, что вас слишком много для этого помещения. Поэтому у нас, я не знаю, как вас на вахте пропустили без масок. Вам должны быть в операцию. А как вас пропустили на вахте без масок? Подождите, меня без масок не пропускают. То есть вы чисто на вахте одеваете маску, потом приходите и снимаете? Я везде из дома выхожу, надеваю маску. Я пошла на работу, только здесь могу снять, позволить. Можете, да? Как вы все заходите, я по ней снимаю. Можете себе позволить. Да? Вот и мы себе позволяем. Документы узнаете, или вы... Я жду, пока мне пригласят секретаря. Ну, вы же наденьте маску. Давайте мы лучше друг от друга встанем на расстоянии полтора метра, посмотрите, больше. Просто как-то пришли. Здравствуйте. А здесь что же за кабинет? Извините, пожалуйста, вы можете подождать? Я сейчас пришлюсь. Жду. Мы все вместе пришли. Пойдемте. Будьте любезны, по одному дайте. А мы все хотим получить документы. У нас каждый сам по себе, но все вместе. Давай. Благодарствую. Здравствуйте. 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 Уважаемые, можно... Откройте, пожалуйста, дверь, оставьте открытые. И по одному заходите. Потому что мы ведем прием документов у каждого гражданина отдельно, не коллективный прием. Это мы ее сопровождающим. И мы пока не обездаем документы, мы лишь хотим поговорить, что до этого надо. А в моем полномочии входит осуществить прием документов. И я прошу вам проводить видеозапись, потому что я против. Вы против как кто? Как должностного лица? Как гражданин Российской Федерации. Вы здесь присутствуете как гражданин или как должностное лицо? Я не публичное лицо. В моей операции... Вы представьтесь, пожалуйста. Ракитина Татьяна Владимировна, секретарь конкурсной комиссии. Должностное лицо? Нет, не должностное. Не должностное? Так вы же только что секретарем представились. Это не должностное лицо. Девушка, мы пришли сюда ни компромат записывать, ни как у вас там сотрудники без масок ходят. Нас это не интересует. Как гражданин Российской Федерации, я вам должна дать согласие на видеосъемку и демонстрацию моего видеоизображения. Я возражаю. Общественное лицо? Подождите. Это не является общественным лицом. Подождите. Общественное пространство – это другое. Я нахожусь на рабочем месте. Девушка. Я не являюсь публичным лицом. Девушка. Это мое право как гражданина Российской Федерации. Вы не волнуетесь. Мы его должны соблюдать. Вы не волнуетесь. Поэтому я вас прошу. Если вы попросите, я замажу вас. Я вас прошу, прекратите видеосъемку. Дело в том, что… Я возражаю. Я вас услышал. Пожалуйста, прекратите видеосъемку. Сейчас либо рекорд Мовчана будет побить, либо мы договоримся. Девушка, давайте по-человечески. Вот я не хочу вас снимать там что-то, какой-то компромат. Прекратите видеосъемку, пожалуйста, и уберите это средство. Давайте по делу. Смотрите, я пришел, вот есть решение, принятое на заседание, там 10 декабря 2020 года. Здесь сказано, чтобы подать… Я еще раз повторю. Прекратите, пожалуйста, видеосъемку. А с чего вы взяли, что я веду? Уберите это устройство. Вот это? Да. А вот это? И это уберите. А может мне самому убраться? Нет, я вас прошу убрать устройство. Я вашу просьбу услышал. Вы выполните ее, пожалуйста. Просьба не выполняется. Просьба либо принимается, либо отклоняется. А почему вы так решили? А потому что это просьба. Я как гражданин Российской Федерации… Вы здесь, вы здесь находитесь при исполнении должностных обязанностей. Мои обязанности не входит участвовать в видеосъемке. Не участвуйте. Не предполагайте. Не участвуйте. А вы ее… Девушка, вы что-то в полемику доводите. Давайте по делу. Вы как должностное лицо вот здесь… Я не должностное лицо. Я вам еще раз… Как не должностное лицо? Вы же секретарем представились. Это не должностное лицо. Вы не должностное лицо? Я не должностное лицо. Я секретарь. Секретарь конкурс… Вы секретарь прием… Прекратите видеосъемку. Прекратите. Вы секретарь конкурсной комиссии? Я возражаю, вы секретарь конкурсной комиссии? Я секретарь конкурсной комиссии. В пункте 2, под пункт 4 сказано, что заявление согласен на обработку персональных данных по форме, выданное секретарем конкурсной комиссии. Будьте добры, пожалуйста, предоставьте. Вы будете документы сдавать, давайте мы... Прежде чем мы их сдавать, мне нужно получить вот эту форму, выданную секретарем на обработку персональных данных. Логично? Вы документы будете сдавать? Возможно. Присаживайтесь, давайте паспорт, мы будем с вами принимать документы. Я хочу сначала ознакомиться с полным пакетом документов, которые необходимо предоставить. Потом приду, принесу и заполню и все остальное. Пакет документов решения в Думе по именному. Здесь сказано, что форму, выданную секретарем конкурсной комиссии на обработку персональных данных. Вы можете заполнять от руки заявление, это не воскресняется. А здесь именно сказано, что форму, выданную секретарем. То есть можно от руки заявления. То есть согласие на обработку персональных данных можно получить... Я говорю о разных документах. Как о разных? Вы говорите про заявление или про согласие на обработку персональных данных? Еще раз, девушка, вы меня не слышите. Я говорю про заявление о согласии на обработку персональных данных. Я могу написать в свободной форме? Заявление о согласии на обработку персональных данных я вам предоставлю. Предоставьте, пожалуйста. Так вы это прилагаете к заявлению на участие? Вот я и хочу ознакомиться, чтобы потом прийти и предложить. Я вас не понимаю. Не понимаете? Нет, вы документы, мы документы будем сейчас принимать у нас, правильно? Нет. Обратите внимание. Я вам еще раз поясняю, я не пришел подавать документы. А с какой целью вы пришли? Еще раз поясняю, я пришел получить полный пакет документов, которые необходимо подать вам при подаче документов. Перечень документов в решении. Вот тут и написано, что выдана форма, выдается секретарем конкурсной комиссии. Будьте добры, выдайте мне это. Согласен на обработку персональных данных. Давайте еще с самого начала. То есть эти документы вы заполняете, когда вы предоставляете документы для участия в конкурсе? А как я предоставлю, если это заявление выдается вами? Так вы паспорт для начала предоставьте, и мы будем начинать с вами. Да у меня нет с собой документов, у меня нет цели сейчас подать документы. А какая у вас цель? Еще раз говорю, предоставьте мне заявление о согласии на обработку персональных данных. Я не понимаю вашей цели. Не понимаете? Нет. То есть вы же пришли в конкурсную комиссию, чтобы сдать документы, правильно я понимаю? Нет. А зачем? Прежде чем подать документы, я должен заполнить вот это заявление на согласие обработки персональных данных. Нет, это не прежде чем заполнить. Это во время? Это во время. То есть вы предоставляете данный документ только тогда, когда я приду подавать документы. Правильно я вас понимаю? Вы зачем сюда пришли? Я не совсем понимаю. Ну все, меня не понимают. Простите, я не могу понять цель вашего президента. Ясно. Вы отказываетесь выдать заявление о согласии на обработку персональных данных? Данный момент. Мы будем с вами документы принимать? Нет. А что мы сейчас будем с вами? Вы на вопрос ответьте, пожалуйста. Вы сейчас выдадите образец формы или нет? Мы будем принимать документы, подавать заявление. Мы с вами заполним это согласие на обработку персональных данных. Мы будем документы с вами. Присаживайтесь. Давайте. Выключите, пожалуйста, видеокамеру. Я возражаю. Вы видите, что она включена? Убегите, пожалуйста, это устройство. Вы боитесь телефону, что я ничего не понимаю? Мы с вами еще будем что-то обсуждать. Девушка, у меня времени мало. Вы скажите, да или нет? Вы даете форму образца заявления на обработку персональных данных? Ирина? Заявление на обработку персональных данных. Согласие на обработку персональных данных заполняется в целях обработки. Нет ваших персональных данных. Что мы будем обрабатывать? Вы их не предоставляете. Вы документы не подаете. Вы паспорт не представляете. О чем мы говорим с вами? Я не понимаю. Какова цель вашего визита? А такой вопрос. А можно эти документы... Простите, давайте мы по очереди. Я просила, чтобы были по одному. Вы как бы просьбу мою не откликнуть. Я с вашим коллегой побеседую. Потом вы с вас в следующем побеседуют. Мы можем не коллективный прием. Как вас зовут еще раз? Коллективный прием не предусмотрен. Меня зовут Татьяна Владимировна. Татьяна Владимировна, вы предоставите сейчас форму или нет? Мы будем заполнять согласие на обработку персональных данных, когда ваши персональные данные будут обрабатываться. Мы сейчас ничего не обрабатываем. То есть предварительно вы не предоставляете такую форму? Правильно я вас понимаю? Я вам еще раз объясню. Согласие на обработку персональных данных мы вам будем предоставлять, когда будем их обрабатывать. Персональные данные не обрабатывают. То есть все происходит только во время подачи документов? Совершенно верно. То есть вы приходите с целью подать документы. Ну, допустим, я сейчас... Вы разъяснительную объяснительную. А вы заранее на ознакомление можете предоставить? С какой целью? Ознакомиться, я должен почитать. Ну, мы как... Только у вас можно ознакомиться. Здесь, на месте, получается. Простите еще раз. Мы будем документы? Вы пришли подать документы на должность, на участие в конкурсе? Я вам еще раз поясняю, нет. Я хочу ознакомиться с полным пакетом документов, которые нужно предоставить. И в каком виде? Потому что у вас здесь, наверное, это расписано некорректно. Тем более, вот к этому решению должны были приложить вообще в качестве приложения форма согласия на обработку персональных данных. Весь пакет документов должен быть перечислен и приложены в формы. А здесь этого нет. Вот девушка выдала. То же самое на сайте находится. Да, совершенно верно. Это правовой акт. Ну, то есть, я вот не понимаю. То есть, только с документами надо прийти. Правильно я вас понимаю? И только тогда вы предоставите эту форму. Но вы же будете ее заполнять в целях, чтобы мы обработали ваши персональные данные. Правильно или нет? Я вас правильно понимаю? Вы будете документы подавать на участие в конкурсе? Я вас спрашиваю. Вы хотите подавать документы? Я не хочу. Вы не хотите ничего предоставлять, я так понял. И всячески препятствуете ознакомлению с теми материалами, которые затрагивают права и свободы граждан? Ну, нет. Вы не верно. Согласно Конституции, 24 пункт 2, вы обязаны предоставлять все документы, которые затрагивают так или иначе права и свободы граждан. Все документы вам предоставят. Предоставьте форму, образец. Я хочу ознакомиться заранее. Мы будем документы. Присаживайтесь, давайте паспорт. Мы с вами будем заполнять документы. Зачем? Зачем? Ничего не понимаю. Я все ли ваша? Не понимаете? То есть просто... Мы пришли в конкурс, наконец. Вот смотрите, вот такой документ они выдали без паспорта, без персональных данных. То есть меня с ним ознакомили здесь. Это нормативно-правовой акт. Это не нормативно-правовой акт. Это копия нормативно-правовой акта. Хорошо, это копия. Вот, и меня с этим документом ознакомили. Видите, без проблем выдали. Без подписи, без росписи, без печати. Он опубликован в газете. Да, тем более он опубликован. А вот форма на обработку персональных данных у вас нигде не опубликована. Простите, да? Да, сейчас я подойду. Хорошо. Ну то есть формы у вас нигде нет. Вы ее предоставить отказываетесь. И получается, только когда придешь, здесь на месте можно ознакомиться. Я с правильно понял? Вы пришли сюда с целью документы подать на участие. С целью получить всю необходимую информацию. Вот часть из нее я получил в виде решения. В решении. А формула от вас я не могу получить. Какую форму? Да что такое? Согласен на обработку персональных данных. Когда мы будем обрабатывать, мы вас с этим согласием ознакомим, конечно же. Вы будете документы подавать, присаживайтесь. Ясно. Вы, короче, это препятствуете. Я так это расцениваю. Благодарствую. Всего хорошего. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Так вот, я вам недорассказал. Меня удивило, почему 90% этих людей с ближним зарубежью. Как вы их терпите? Дай Бог вам терпения. Как вы их терпите? Как вы их терпите, да? Вам нужно памятник ставить прямо перед старой администрацией, где энергетик. Полный рост. Отбираю. Скажите честно, этих работников сюда отбирают как-то спецконкурс? Ну, не вас же. Нет, конечно, не вас. Я так же могу пойти себе выставить. Ну, попробуйте, попробуйте. Толку, толку. Попробуйте. Попробуйте. Не вопрос. Просто мы все так уже взрослые люди. Думаем, там уже знают, кто будет. А это все пиар. Терпение вы. Ой, спасибо. Вашими варимствами. Мы же для вас же стараемся. Чтобы все были здоровы и живы. Благодарство. Благодарствую вам. И вам благодарствую. Всего хорошего. До свидания. Уберите камеру. Я вообще, я понимаешь, это вот фильм, только еще купей. Ты ей одно говоришь, она вот просто настроилась, броню включила. Я ей хотел. Видишь, она даже не дала задать вопрос. Глубо говоря, тебе должны предоставить документы. Ты хочешь заполнить дома. Правильно? Угу. Почитать. Может, ты с чем-то не согласен. Так в том-то и делаю. Почитать, заполнить, прийти. Она тупо сидит, смиряясь, смотрит. Ага, все правильно, ошибок нет. Принимает. Но образец-то должен быть. Так в том-то и дело, что вот решение они предоставили. Без проблем. Сразу на входе. Не проходя. И на сайте вывешено. А форма, образец формы не приложен. Уже простая просто. И не выдают. Так, нет, только при ней. Видишь? Да. Я, говорит, не должностное лицо, но заполнять ты будешь при мне. Да, да, да. Но я не должностное лицо. Нет. И зарплату я не получаю. Я ничего не должна. Я на энтузиазме работаю. Без зарплаты, без пенсии. Я просто так сюда пришла. И я просто секретарша. Все. Нет, она не секретарша, она секретарь. Секретарь, да. Нам удостоверение не все. Так вот, вот же ваша долгность. Нет, нет. По поводу съемки, ну такую хиню нанесет. А стоп, надо было ей, знаешь что? Вот это самое. Я хотел сказать, ну видишь, ты тут начал. 140-ая статья Уголовного кодекса. Не, не, не надо. Ты что, она и так, это, вся, это, чуть ли не плакала. По поводу съемки, какой она... Не надо никаких уголовных... Я боялся лишнее слово ей сказать, чтобы она не расплакалась. Просто приду, чтобы знала. Ты что, не надо это все, нет. А зачем она там... Тем более женщина сидит, зачем издеваться. А зачем она так, братья у нее-то сейчас с сыпами тут заберут, надо выключать. Я ее понял с первой фразой. Просто хотел, ну я вытащил то, что хотел из нее. Все, гасим, да? Или что? Комментарий будет? Да, комментарий, короче. Вот так у нас работает конкурсная комиссия. То есть размещают решения. Дома разместила решения. В приложениях не указаны. В самом решении есть ссылка на некую форму с согласием на обработку персональных данных. При этом сама форму не приложили, не опубликовали и не разместили для народа нигде. В том числе и в самой комиссии. Нету. Получается. Как я понял со слов Татьяны, секретаря конкурсной комиссии, что данную форму предоставят только в том случае, если вы уже конкретно придете со всем пакетом документов и начнете оформляться. Вот тогда вам подсунут, как говорится, прямо на месте подсунут и скажут быстро подписывайте и все. А если там 20 страниц и все надо читать, а они, видишь, как все торопят, быстрее, быстрее давайте, у нас времени нет, вон там звонок, я сейчас подойду и все такое. И получается человек будет вынужден подписать не глядя? Так же получается? Не получается, так оно и есть. Ну вот так и есть. Вот так у нас работает Дума города Сургут. Тут самый орган. Вот. А почему мы вообще сюда пришли? Да потому что поступила мысль, что одного из нас выдвинулись в кандидаты на пост главы города Сургут. Мы, естественно, начали прикалываться. Ну, то есть народ нас поддерживает и хочет видеть нас, вот, скажем так, на посту главы города Сургут. Мы тут же начали прикалываться по поводу того, что пост шеи города Сургут освободился или нет? И принимались ли туда? Будет ли конкурсная комиссия по поводу на эту должность? Вот. Ну, в общем, народ хочет нас видеть там, но вот, как мы видим, Дума не хочет нас там видеть вообще никак. То есть Дума пошла против воли народа, я так понимаю. Мы вообще беспартийные, хвостой народ. Ну, такие дела. Так, я еще немножко позаписываю. Ну, короче, переполох мы им устроили, да? Что они там много звонков делали? Что, типа, журналист какой-то? Ну, вот эта тетка, с которой отошел, разговаривал, ей позвонили три раза. И два раза. Это которая внизу? Вот слева от гардероба. На вахте, которая. Ну, я отошел в сторонке стоять. За окошком. Да, 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 в окошке вот и сидела. Ей позвонили три раза. И два раза. Вот она там, да, тут журналисты, да, я в курсе, хорошо, да, мы сейчас там, типа, пропускаем. Вышли, дали им добро. Все докладывала. Не знаю, кто ей звонил. Она туда все докладывала. И мне же, я тебе говорю, она у меня допрос пристрастий минуты три. Вы журналисты, нет? Какое-то движение? Нет. Как? Вроде бы сказали. Я говорю, врут, все. Врут, только, что ты, просто человек не можешь зайти, может. Ну, вот видите, мы и пытаемся. Почему врут? Я же показал удостоверение журналисту. Но я не представился журналистом. Я-то тем более не журналист. Вот после этого она сказала, о, увидела удостоверение, я должна позвонить. И побежала. И после этого потом звонки ей посыпались. И когда она доложила. У них ключевое слово было журналист. Ну, ясно, самое-самое-то, что на слух. Значит, они больше всего у кого боятся? Журналистов. Вот она и включала. Ну, блин, у нее вид такой был. Пришли четыре мужика. Ни хрена все бородатые, почти. Почти. Один журналист. Какой? Журналист. Да, хватит такие фразы употреблять. Алексей, я тебя умоляю. Блин, а тебе вот борода пойдет. Самый добрый человек, это я среди вас бородатые. А ты женолысый, понял? Где? Вон, женолысый, вон лысина. Вон, туда есть. А тут же волосы подбежали. Женолысый. Все, короче, погребуха. Женолысый. Недолго, пока. Буквально, через сетонку. И со мной спадет. Женолысый. Потом новое придумание. Волю-то отращиваю по чуть-чуть. Молодец. Самое главное, что, видишь, без масок. И там зашли, и туда зашли. Они как набежали с этими масками. Ну, видишь, эти тоже охранник и гардеробщица. Такое впечатление, что они эти маски шьют, сидят. Вот им работать некогда, они сидят, маски шьют. Нет, так это официальная информация, опубликованная на сайте. То есть, они ее предоставили. А вот согласен обработку персональных данных, видать, какая-то там секретная информация находится. Раз они ее не предоставляют. Да. Да. И не публикуют. Да. Главное, вот здесь вот это, в пункте 2 написано. Заявление о согласии на обработку персональных данных по форме, выданное секретарем конкурсной комиссии. Но, опять же, не написано там, что заполняется. Строго там, грубо говоря, там. А навеешься, а навеешься, вначале-то это, как говорится, сболтнуло, что можно в свободной форме написать от руки. А намек это заявление. Да. То есть, это намек на то, что, ну, как сказать, есть такая возможность. Раз. Некоторые так делают. Два. И так можно проявить свою волю. Если в форме они тебе еще скажут. Нет, смотри, главное, это, кандидат должен предоставить копию паспорта, копию документов, подтверждающих сведения об образовании, копию документов об основном месте работы или службы. А вот три копии предоставляешь, она тебе дает заявление о согласии на обработку данных, ты его прям тут же на месте заполняешь и подаешь. Да. То есть, ты приходишь с тремя копиями, она тебе дает одну бумагу, ты ее внимательно читаешь и изучаешь. Вот, опять же, непонятно, сколько там страниц непонятно. Если дадут, тебе еще внимательно ознакомиться. Да, да, да. Все быстрее быстрее быстрее. Да, торопят, торопят. А потом скажешь, что ты сам виноват, где-то что-то за корючку не там поставил. Ну да. Ну, движуху мы, наверное, не ввели. Да, ты шо, эти на первом этаже все в шоке. Охранники, эти две тетки. Ну, они тоже были удивлены, как так. Весь год все ходят в масках, а эти прошли без масок. И вроде прибежали же, пытались требовать, но не получили. И сами же дали добро на то, что пропустили. А на втором этаже возмутились, как это пропустить. Впервые женщина поблагодарила нас. За нашу деятельность. Да, это... Прям тут же на месте. Бывает, что звонят там, говорят, втихаря. А тут она прямо, находясь на рабочем месте. Они все вдвоем. Да, сказали, это, спасибо. Ну, не, еще не знаю, что такое благодарствие, но спасибо не сказали. Вот только ради этого стоило сходить. Ради вот этого слова спасибо. Да, все, всем пока. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok